Пробный пробег на электровелосипеде, который стоит без малого 60 тысяч евро. Блэктрейл. Так называется этот уникальный велосипед. Рычаг переключателя скоростей находится на руле. Можно также помогать педалями. Этот гонщик-испытатель едет со скоростью 45 километров в час. Но вообще-то велосипед способен разгоняться и до 100 километров в час. Не знаю, как трогается с места мотоцикл, я передвигаюсь исключительно на велосипеде. Но этот электробайк мгновенно развивает невероятную скорость. Фирма PG Bikes в южно-германском Регенсбурге. Идея разработать модель электрического супервелосипеда появилась у создателя этой фирмы Мануэля Остнера в 2009 году. Ездить на Блэктрейле с большой скоростью разрешено лишь тем, у кого есть права на вождение мотоцикла. Но мы будем выпускать модификации для обычных байкеров. Такие электровелосипеды разгоняются лишь до 45 километров в час. Модели для тех, кто тяготеет к оригинальному дизайну и современной технике, фирма выпускает, начиная с 2008 года. Но велосипед Блэктрейл – супер-реклама для регенсбургской фирмы. Вот его выходные данные. Ресурс батареи рассчитан примерно на 200 километров. Корпус велосипеда, разработанного механиками Формулы-1, выполнен из ультралегкого карбона. Карбон отличает то, что ему можно придавать любую форму. Но при этом он сохраняет жесткость, невероятную прочность и легкий вес. Так, допустимая нагрузка колесного обода из карбона составляет 3 тонны, в то время как сам обод весит всего 750 граммов. И сколько на него не дави, он не деформируется. Девять месяцев ушло на разработку Блэктрейла. Инвестиции составили 3 миллиона евро. Основной проблемой при разработке Блэктрейла было то, что мы задались целью создать модель, совершений которой на рынке велосипедов еще никогда не было. Это относится как к скорости и весу, так и к надежности и безопасности. Все до последнего винтика сделано с использованием высокопрочного легированного алюминия. Американский телеведущий Джей Лено и голливудская звезда Орландо Блум уже заказали себе чудо-велосипед. Блум занимается также его рекламой. Большинство наших заказчиков разъезжают на транспортных средствах, которые стоят дороже, чем Блэктрейл. Например, на автомобилях марки Бентли. Это либо очень богатые предприниматели, либо звезды вроде Блума. Но покупая электровелосипед, они вносят свой вклад в зеленую революцию. Фирма Пиджи Байкс собирается пока выпустить лишь лимитированное число Блэктрейлов. 667 моделей. Первая заявка поступила от предпринимателя из Регенсбурга Николаса Фридша. Цена в 60 тысяч евро его не пугает. Велосипед для него весьма перспективное экологическое транспортное средство, ездить на котором доставляет массу удовольствия. На этом велосипеде испытываешь невероятное чувство скорости. Ощущение такое, будто едешь на мотоцикле. Ну а в остальном все, как у обычного байка. Так что перестраиваться не приходится. Сейчас производители эксклюзивного электровелосипеда ждут официального разрешения на использование некоторых конструктивных элементов. Первые Блэктрейлы сойдут с конвейеров в самое ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова